Друзья, всем привет! С вами опять Руслан, а значит сегодня мы снова поговорим про патроны. И сегодня я вам хочу рассказать про патрон SC-154. Это экспериментальный патрон, который разрабатывался в России в начале десятых годов в тульском ЦКИП-СОО. Итак, данный патрон представлял из себя попытку сделать высокоточный снайперский патрон по аналогичной патрону 300 лапового магнума. Про преимущества патронов 300 лапового магнума над патронами 338 лапового магнума я вам уже рассказывал. Ссылку на ролик я приведу в описании. Но если вкратце, то более легкая пуля имеет меньший вес, соответственно, тем же объемом пороха можно ее разогнать для больших скоростей. А поскольку пуля для своего калибра получается достаточно тяжелой, то и баллистический коэффициент ее получается неплохим. Значит, из минусов такого патрона это повышенный износ ствола. Но, в принципе, в военном деле это особо никого не пугает. В итоге тулики в 2010 году попытались, скажем так, локализовать производство этого патрона у себя. Был произведен УКР под названием Виктория, где научились делать гильзу калибра 338 лапового магнум и освоили ее производство на новосибирском патронном заводе. Кстати, вы можете заметить, что именно с тех времен как раз в продаже и появились новосибирские патроны 338 лапового магнума. При начале работ использовались вообще иностранные комплектующие. То есть, бралась гильза 338 лапового магнум. Производство лапового переобжималось под, соответственно, 30-й калибр. Кстати, что тут интересно в этом патроне можно сказать, то что этот патрон по факту отличается от патрона 300 лапового магнум, да, потому что он имеет пулю калибра не 308, соответственно, западного образца, а нашу 311, да. То есть, если кто не знает, да, то пуля 762 американская 308 имеет реальный диаметр 7,85, да, наша пуля 762 имеет реальный диаметр 7,92. Вот, поэтому пули у них разные. Это, кстати, можно проверить экспериментально, да. То есть, вот мы берем американскую пуля, это у меня 250-й Атип Хорнаде. Видите, лезет она прям легко, да. Наша пуля заходит туго, да, и если мы эту пулю будем пытаться запихнуть в финскую гильзу, да, видим, что она лезет очень тяжело. Вот, поэтому формально это патрон другой, да, потому что имеет немного отличающийся диаметр. Поскольку, как я сказал, сначала использовались иностранные комплектующие, но потом перешли на наши комплектующие, то есть, Новосибирский завод освоил производство гильз, но руки до пуль, как я понял, у них не дошли, да. То есть, пули использовались как легкие пули. Это наша пуля снайперская 7Н14. Вот, собственно, у меня здесь эта пуля в руках и есть 7Н14. Как тяжелые пули использовались финские пули Лапуа Сценар. Под данный патрон даже было разработано оружие, да, это была винтовка ВСВ. Винтовка ВСВ очень по своему внешнему виду похожа на винтовку ВССК выхлоп калибра 12,7 мм, что и неудивительно, да, потому что в те годы как раз она и разрабатывалась, и разрабатывалась она под патрон свой, но основанный на базе гильзы 3.38 Лапуа Магнум. Да, про этот патрон я уже вам рассказывал, да, ну вот видите, что гильзы очень похожи, кроме того, что гильза от выхлопа, да, скажем так, обрезана примерно по плечи. То есть, длина патрона донца под гильзы, они здесь одинаковые, да, поэтому переделать эту винтовку было довольно-таки легко. По сути, просто заменой ствола в магазин и затвор должны были подходить. Вот. И, собственно, в таком виде, как утверждается, винтовка была принята на вооружение, но никаких дальнейших упоминаний про эту винтовку я не слышал. Патроны производились, насколько мне известно, до 15-го года, ну, по крайней мере, известны клейма до 15-го года. Конкретно на этом патроне мы видим клейма 335 и 13-й год. 335 здесь, в данном случае, означает не код завода производителя, как это принято обычно делать, а код заказчика. Данные гильзы производились на новосибирском патронном заводе. Изначально, как я уже говорил, использовались гильзы фирмы Лапа, у которых донца стачивалась и наносили свои маркировки. Ну, начиная, насколько я понимаю, с 13-го года начали производиться уже собственные гильзы и, собственно, снаряжаться этими пулями. До пуль у разработчиков руки так и не дошли, и с 15-го года следы этой винтовки и этого патрона теряются. Причин тут может быть много. Может быть то, что винтовка сама по себе оказалась не очень удачной, поскольку что про выхлоп, что про вот эту винтовку ВСВ с тех пор ничего не было слышно. Возможно, с патронами были проблемы, то, что они не достигли заявленной кучности. Причин может быть много. Итог один. Винтовка куда-то исчезла. Ну, что касается баллистических характеристик данного патрона. Патрон 300 Лапа Магнум может разгонять пулю до скоростей за 1000 метров в секунду. Особенно, если мы говорим про легкую пулю, типа вот этой вот 7N14. То есть здесь в скорости могли достигать 1100 метров в секунду. Я думаю, вполне себе легко. Понятно, что в данный патрон пуля напрашивается потяжелее. То есть обычно стреляют, если здесь пуля 9,5-10 грамм, то обычно стреляют из таких калибров пулями 13-14 грамм. То есть 200, 220, 250 даже грейм. Понятно, что, скорее всего, разработчики сначала взяли ту пулю, которая у них была под рукой. То есть, да, вот пули от СВД, пули сценар. И если бы эта разработка бы взлетела, да, они наверняка планировали уже создать свою тяжелую пулю. Вот. Но что-то у них там не срослось. И этот патрон канул в лету. Вообще, 300 лаповым Magnum. Патрон, конечно, очень интересный с точки зрения снайперской стрельбы. И сейчас его немножечко гоняет патрон 300 нормам Magnum. Но они очень близки и достаточно эффективны для сверхдальней стрельбы. Так что такой вот интересный сегодня и не взлетевший в свое время у нас отечественный снайперский патрон. А на сегодня все. Всем удачи и пока!